я пришел в первую клинику где-то в центре короче а это было прям знаете вот не зубная клиника а клиника платной медицины но не зубная и там и был зубной отдел я вот туда пришел зашел эту клинику и сразу понял что это вообще ну какой-то я не знаю очень старый ремонт короче я не знаю как это описать но ты сразу понимаешь что здесь попахивает каким-то дерьмом короче старый ремонт стены все какие-то там ну вот такое знаете вроде бы нет такого что стены там отколоты и так далее но прям вот чувствуется такая вот ссср какой-то вот вайб я поднимаюсь уже нехотя в эту стоматологическую клинику а там знать не как в подвале чуть получше чуть получше и там короче ты понимаешь по разговору людей по отношению к себе короче вот именно ловишь этот вайп сразу что здесь будет немножечко сложно и короче я пошел еще к женщине знаете которая вот взрослая ей там но вот там кому-то лет за шестьдесят и я захожу и вижу вот кабинет сейчас может быть меня кто-то поймет я прям жестко ненавижу когда стоматологический кабинет это прям маленькое помещение какой-то зажатая стенами со всех сторон куда-то там воткнуто вот это блять кресло от этого кресла вот это рогатина которая знаете с этими приборами все она под каким-то положением только там может развернуться там у стены в шкаф упирается сидит ассистент блять вот так вот к стене прижатый она там гает ну проходите и ты вот так но у меня вот болит зуб и она прям буквально вот здесь где-то на тебя смотрит на такая поняла да сейчас марин подай мне ручку это это вот это она так прижатая вот этой вот херней где-то она там тянется ей ей подает ручку блять ненавижу я прям туда прихожу и типа у меня сразу ощущение что на меня прям давление знаете оказывается то есть какое-то вот мне не нравится еще вот этот самый хуёвый короче ориентир по стоматологической клинике когда у них вот это рогатулина со всеми вот этими сверху знать ну как это описать вот есть кресло от нее вот это вот это вот история которая двигается и там вот эти все самые опасные вот эти всякие закорючки блять вот это все сложная вот эта вся история и короче ну понял я знаю что понял я просто иногда слишком подробный и вот эти вот все закорючки и когда вот эта вся система на которую ты садишься она не белая она как бы такого цвета слоновий кости знаете такая желтый такой выцвевший белый типа как это вам объяснить но вы понимаете когда это ты прям смотришь и на этой такой этой хуйней лечили ну не одну не один десяток тысяч человек и ты сюда пришел так сказать будешь сейчас проверять вот это все оборудование где там ну короче вот ты прям чувствуешь сразу здесь пахнет жареным и как я я как бы ну все может быть все равно может быть хороший специалист я про это ничего не говорю я пришел сел я достаточно парень который как бы за словом в карман не лезет я могу себя ну то есть я не с мамой прихожу знаете держу еще за коленку выглядываю оттуда и говорят ну чё у тебя там болит не скажу не так это конечно происходит типа я но объективно прихожу на таком вот типа здравствуйте у меня есть деньги у меня есть требования мне нужно сделать вот это в кратчайшие сроки то есть я знающий себе цену клиент знаете такой я захожу началось все с того что у меня болела языка болела языка у меня болела языка я как будто из якутии вернулся у меня болело языка и шаман сказал прийти шаман сказал прийти лечить языка я не хотеть лечить языка на меня заставить лечить языка и я короче пришел лечить языка я говорю я говорю здравствуйте у меня я вот так вот знаете представьте меня к я клиент а вы врач я вот прихожу здравствуйте она говорит ну на что жалуйтесь игру знаете вот заметил последнее время странное ощущение в языке как будто бы какое-то жжение может быть какое-то воспаление по ощущениям как будто бы язык царапается какие-то части зубов знаете и возможно там но какие-то бактерии туда попадают получать какое-то воспаление и в общем мне от это очень дискомфортно у меня еще такой разговорный жанр я много разговариваю из-за того что я разговариваю язык цепляется за зубы мне неприятно и сложно разговаривать в общем я хотел вас узнать потому что я почитал в интернете что стоматолог терапевт он также лечит как бы слизистые оболочки там до язык десны поэтому пришел к вам с этой проблемы не знаю к вам ли обратился может быть нужно сделать какие-то тесты и так далее то есть я прям вот так и знаете излагаю на что он мне говорит да чё-то все засовываешь в рот там под губу чут засовываешь в рот и такой я такой знаете да нет я говорю мне 27 лет я уж как бы ну типа все окей у меня здоровый образ жизни такая да знаю ваш молодежь счет только в рот там не засовывать и ты уже сидишь такой бля какого хуя я не дал тебе ни одного вообще я не дал тебе до шанса подумать что я какой-то просто вот знаете там типа малец с которым можно вот так разговаривать да я типа пришел на полном серьезе сюда что я какой-то там снюсаед просто как будто я сидел вот в этой знаете кепки своей с очками там я не знаю в кархарте там весь в этом и такой типа пришел и сказал ей ебать да бля за губой заболела нахуй кого-то я вот так и сказал я типа я и полностью изложил это все так красиво знаете прям готовился к этому я такой практически и сказал знаете типа там знаете слизистая часто подвержена я прям научным языком практически и она мне на это типа чё ты там за губу чё-то кладешь небось я такой знаете вот это сразу типа нет он такая да конечно знаю я вас молодежь и вы такой все все разбивается понимаете это 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 просто манипуляция я это сразу распознал как психолог это манипуляция она мне говорит знаю я вам вас молодежь то есть это подразумевает то что будешь ли ты мне тут рассказывать я вас знаю наизусть поэтому не надо мне врать ты врешь и вообще эти не верю и давай оправдывайся сиди но я такой нет я слышу слова которые заставляют меня чувствовать себя а быть б и там вот эти все истории и я такой не на того ты нарвалась я и говорю знаете мне 27 лет я уже давно не молодой она такая ой отец тебе 27 лет это я тогда вообще уже умирать пара я такой блять как не с этим спорить типа она она просто разбивала меня знаете ну вот как будто бы я пришел я не знаю вот к директору общеобразовательной школы и она мне отчитывает за то что я одноклассницу дергал за косички типа какого хуя я прихожу в платную клинику плачу деньги за то чтобы со мной себя вели как будто бы я просто ребенок типа я прям сижу такой я говорю ну да в общем ничего я в рот не кладу финальное к вам обращение в рот у меня не во рту ничего мне не бывает он такая поняла диспансерах психологических каких состоите я такой нет точно я откуда блять в смысле точно но типа нет я псих больной я просто изображаю больного что у меня язык болит чтобы получить порцию сверла блять в зубы дай мне это уже наконец я блять бегаю по клиникам прошу сверлить мне коронки блять я не знаю что она от меня ждет я пришел за помощью я такая там точно знаете вот это я такой вот так я знаете типа да точно я нигде не состою спасибо что пасы поинтересовались я такая точно не состоишь и хочется просто в моменте типа знаете как ребенок взорваться вот на манипуляцию мамы сказать да блять вам я уже взрослая понимаю все в этом мире хватит меня принижать но я держусь типа я такой я вот этого чувака в не внутри еще держусь я такой да вы абсолютно правы ни разу не не было нигде не состоял можете в принципе проверить знаете как бы парирую с этим я с этим играю ндк ну понятно знаете вот так вот это что я хочу слышать когда я пришел стоматологию и вот и знаете чтобы не сесть мне буквально нужно вот типа ну такой размер клиники что мне буквально нужно вот просто встать и вот все сюда я уже в другом измерении где уже лечат зубы типа до этого я был на стуле каком-то там который на школьных партах раньше стояли и короче она говорит ну давай санись там и она говорит Лена готовь там что-то Лена готовь приборы там и я ложусь типа знаете ну она давай там рот открывает что там и она вот так вот знаете начинает типа ой просто смотрит тебе в рот знаете ты лежишь типа и она вот это пальцы у тебя во рту вот так вот знаете она вот это хуярит там и она при этом ой ну да Лен давай записывай как будто я блять как будто я умираю я не знаю типа давай Лен уж записывай тут типа ебать Лен бери скрижаль типа обычный в обычная бумага не подойдет нужно чтобы вот вот так вот разворачивалась я уже лежу такой я уже хочу съебаться честное слово но я такое уже ну ладно у меня как бы по боли в языке я же должен как бы уже решать ее быстрей она говорит ну и там начинается типа первый коронка второй кариес третий коронка третий кариес четвертый пломба пятая коронка здесь под замену здесь кариес здесь пломба здесь под замену здесь пломба здесь зуб вырываем здесь удаляем здесь нервы порешаем здесь идем дальше 10 она вообще очень плохо смотрится мы его просто уберем 11 мы просто удалим чтобы денег заработать 12 вот она все это говорит знаете вот так быстро что ты нихуя не понимаешь и типа такой полежишь подождите смысле денег заработать такая 15 просто для кайфа ебану попробуй ассистент кидать попробовать удаление может чему-то научиться может опять ебанет половину нерва и просто она там вот это все зачитывает короче ей она типа записывает знаете они вот так вот тип в одном этом на не как играют какой-то концерт а ты лежишь типа и она тебе еще вот это вот тот самый врач знаете таких врачей у них вот эта перчатка резиновая и анти и башет прям кулак в рот а у тебя уже вот как бы но рот максимум преодолел она как будто еще но она его еще разбавляет то есть она как будто вот берет челюсть и туда вот так вот всем весом то есть знаете как вот навалились мужики типа то есть она не просто вот силой руки давит она прям как вот в армрестлинге она прям вкладывает тело чтоб тебе на челюсть доить вот эти полежишь она там восьмерка карис девятка карис десятка карис 11 карис как будто вот этот раньше на американских этих распродажах продавали лошадей или быков там zero 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 one zero one one zero one 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 but one 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 three two five one one four one 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 four four вот это быстро зачитывает то и она также типа ladies and gentlemen 0-5-0-5 0-0-5 6-6-7 6-7 6-9 и она вот эти все записи короче произносит ты нихуя естественно не понимаешь и это нормально от не должен что понимать чё ты просто обычный типа чел пришел лечиться с хуя ли тебе должны что-то здесь объяснять кто ты такой во первых давай во первых лежи жди у нас там уже второй клиент подошел уже надо все это и в конце она говорит давайте снимок делай да иди на снимок я думаю ебать хорошо я просто выхожу и типа иду выхожу в коридор такой а где снимок танка ну слева же ну вот же слева снимок такой да я здесь первый раз я не ебу может блять снимок вообще в другом здании и как бы она такая но он слева знаете типа ну с предъявой то есть все весь разговор идет с предъявой как будто ты пришел типа ее отвлекаешь от важных дел а знаете всегда в такой клинике прямо перед ней ой прямо перед тобой есть какая-то бабуля которая у нее лечится и у них с ней прям контакт налажен то есть он такая ой спасибо вам вы мне так и выручили так а это не стоило вообще не к норвана заходи еще пообщаемся нет вы так вы меня выручили я вообще вам следующий раз принесу шоколад контака да нет и ты просто стоишь где-то знаете вот как в аниме когда вот тени подчеркивают черными вот такими линиями ты просто между ними где-то типа уже начался твой прием это такой мне нужна помощь она такая сейчас подожди ой ну знаешь я вот вчера почитала вот эту газету там говорили лапу лавровушку надо приложить он к не знаю я это лаврушку провал сажать у меня нихуя не получилось это просто у тебя там дела жизнь типа ты записался к определенному времени и ты просто слушаешь это дерьмо что выбора нету я иду на снимок и вот этот момент начинается я понимаю что там лечить зубы не буду приходит ассистентка ассистентка знаете у нее как будто бы она вот сама от всего этого заебалась но и ей это нужно для того чтобы стать такой же понимаете это как но вы понимаете смысл типа она ей это нужно но она сама уже в рот ебала эту женщину и все все что с ней связано и она вот такая давай проходи сюда вставай сейчас здесь подпиши и ты такой типа весь на позитивчике такой и а у а чё это это опасно или нет вообще вот эта тема на как опасно такая да я не знаю нормально все будет нормально типа подходи я просто такой типа говорю а какой я говорю я же снимок смогу забрать ну то есть я могу сделать снимок и забрать она говорит вот что она мне говорит это вообще меня просто порвало она говорит да я не знаю не наверно не получится найти не разрешат ну может есть разрешат на телефон сфоткаешь такой просто игру как это работает я потом прихожу к другому врачу и такой знаете снимок уже делал вот если получится разобрать вот фото моего пениса вот мой вчерашний обед отправлял кому-то вот а вот мой снимок типа она говорит они не на не разрешат я говорю узнаете я наверно здесь я вот так знаете уже вот этот момент когда ты такой знаете а наверно у вас зубы лечить не буду у меня там знакомый врач там все дела у меня все налаженная система у меня вообще папа стоматолог типа пытаешься как-то максимально сгладить углы чтоб тебе не задали вопрос а чё тебе чё-то не понравилось а чё ты чё-то под губу положил все приход словил то есть и ты как бы стараешься типа ну знаете да у меня вообще сейчас я уезжаю куда-то там в лондон по моему меня там будут лечить я как бы вот так вот я и говорю и такой мне вообще стоит этот снимок делать если мне результаты не отдадут я как бы я такой я же по логике ну приду к другому стоматологу и он мне скажет снимок делать и это двойной снимок а какой смысл типа лишние рентгены на мозг направлять а может не будем он такая просто знаете на это ручат типа да нет там не сильно этот там не сильно по что-то там знаете да нет там сильно не повредиться ничего давай вставай да нет там типа нормально там вроде напряжение небольшое добавь я как бы но это это вторая проверка знаете твоей стеснительности то есть сможет ли ты противостоять когда тебе уже сказали нет и сказали давай вставай делай но я парень не промах я-то мастер вообще на 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 все разговоры я такой послушайте послушайте меня сюда я решил лечить зубы в другой клинике я приду в другую клинику и там не скажут сделать снимок не имеет смысла делать снимок дважды поэтому я не буду делать снимок сейчас я знаю свои права и знаю что я хочу в этой жизни поэтому я выйду из этого кабинета давайте вы просто вылечите мой язык не будете трогать мои зубы договорились я уже знаете перешел ну типа на 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 серьезку с ней антока ой да пожалуйста пойдем знаете вот это типа ой ты пришел снова и обусочил вообще-то ты должен здесь подвергаться манипуляциям с чего ты решил что у тебя есть мнение я просто иду такой ну да типа что-то я перегнул надо было мне сделать этот снимок терпильно чтобы меня не осаждали я возвращаюсь и она такая второй этап третий четвертый там она говорит ночью снимок снимок где она уже знаете она уже практически закипает снимок где и тут ты уже на босса попадаешь то есть знаете там как в dark souls белый пеленой вот белый пеленой закрывается выход из кабинета и вот это музыка из dark souls с боссом туда вот эта дверь дверь закрывается белым туманом и она такая где снимок это такой это такой в этот момент знаете достаешь меч я решил я решил лечить зубы в другой поликлинике на и там все вот эта камера отдаляется и все и и понеслось и я грудь снимка не будет я горя решил зубы не здесь лечить андака а чё а чё и такой да у меня знакомый я уже просто на грани так у меня знакомая клиника у меня там все бесплатное просто не мог попасть туда у них блять палопед такая понятно ну чё там давай чё там по зубам тебе расскажу это в общем у тебя пиздец полный во рту непонятно как ты ходишь живым у тебя там просто ну зубы надо спасать у тебя были зубы все это превратилась в какое-то дерьмо на мои плечи это упало мне нужно это все будет спасать это просто пиздец но прям знаете типа она играет в героя на прям такая на меня смотрит такая малец тебе повезло что ты попал в мои руки я вытащила ни одного такого парня молодые пацаны зубы рушатся 1 я противостою этому процессу кариес прогрессирует я прям типа смотрю не такой я не собираюсь здесь лечиться я прям такой да такая вот этот зуб мы удали мы его полностью переместим на куда-нибудь тебе наверно на затылок потому что он здесь не приживается потом поставят те брекеты надо ставить априкус вообще пиздец она просто узнаете вот так вот не берет вот так и давит мне на челюсть вот так прям вот так знаете давит на гид давай попробуй рот открыть я такой она гид всегда так рот всегда так рот тяжело открывается я такой про себя думаю ну блять всегда когда мне на него давит с охуевшие силы с двух сторон ну и такой знаете немножечко поверил в ее компетенцию и такой не знаю я такой прям испугался как будто мне знаете но какой-то раковый опухоль внутри такой а не знаю он такая до щелкает еще челюсть конечно тут по-любому брекеты я такой и она мне короче все показала знаете она мне фоткал она фоткала короче вот у нее старый аппарат старый аппарат вот этот из слоновей кости сделанный там из дерева да и из из этих лиан там она соорудила соорудила себе и она себе и она у нее вот аппарат какой-то и вот как как сверло вот это только там камера и она как бы вот так зубу прислоняет и у меня вот монитор открывается какой-то знаете старый такой вот монитор и на нем показано изображение как будто бы вот я взял nokia телефон которую камера только появилась и вот так вот себе просто фотку зуба ебанул просто прикусил знаете вот так этот nokia так с этим со звуком там еще и вот там вот это расплывчатая вот это 3gp какая-то там фотография который по ик порту отменно отправилась бы сразу с этого же аппарата я уверен типа с собой клиенту чтобы раньше это была революционная технология и она говорит ну вот тут видишь зубу а здесь видишь пропасть на а сюда смотри но это вообще что зубы ты как себя чувствуешь очень малец ты живой короче я и говорю лечить ему язык я не буду лечить зубы такая хорошо давай соскоб 5000 будет стоить с языка я такой ладно нагибнуть и придется прийти повторно потому что ну там на голодный желудок я говорю я ничего не ел она говорит ну там воду тоже пить нельзя игру и не пил год ладно сейчас сделаем взяла мне короче там по самым больным местам языка провела и такая отправлю на экспертизу дней через 7 будут я такой а у меня язык болел я такой через семь он к надо через семь и такой ну ладно я могу пойти нтка да да до свидания до свидания я пошел короче в другую клинику я просто такой сразу я понял у меня зубам пизда мне нужно прийти в другую клинику